Добрый день всем! Сегодня заканчивается у нас пропуск и соответственно выходит обновление на тесте. Новая вещь какая-то. На тесте вышли новые герои. НС-4, только у них приписки нет НС. Здесь название еще нет, но мне скидывали скрин, там на джин начинается. Дальше скрин обрезан, непонятно. Какая-то джин будет. Дженнивера какая-нибудь. Попозже появится. Видите, здесь половина надписей еще толком не написаны, не прописаны. Атака пехов 1290, защита войск 430, защита пехов 1290, здоровье стрелков 1290, пехота 1290, атака кавалерии 1290. Атака стрелков у нее нет. И морда, защита стрел, защита кавы, здоровье войск 430, но он больше на атаку получается. Она на оборону. Ставится они будут в соглашении, там же где удар монарха НС-1. Видите, сейчас стоят Горбова и второй чувак, будут стоять они вдвоем. Никакие дополнительные уроны в соглашении ничего не появляется, только их специфический навык. А навык у них будет на кавалерию. Здесь тоже не видно, но уже в скрине я видел, мне показывали в глупе. Там на кавалерию все будет. И в призыве НС-2 начнут выпадать. Дендрано и брюк. В золотом событии письмена бессмертия добавили. Здесь захват из калибура КВК. Тоже письмена бессмертия. И длинные сердца. Вороний свиток. Статуя созидания. Оракова еще нет, рано до него. Статуя созидания в башне. Прерывной свиток до сих пор. А НС-1 сейчас есть в магазине душ-героев? Что-то я не припомню. Утрованс вот горбуа Ангус. Здесь. без изменений. В королевской арене появились слезы вознесения. Значит, следующим после героев НС-4 будет оружие героев. Вместо вороньих выше Р-6 появится. 200%. А новый дает 1290%. На 1090% выше станет статистика. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.